Как? Я вернулся домой? Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, до прожилок и так далее. Вот, и поэтому, мне кажется, я этой роли многих удивлю. Я и сам себе удивляюсь. Ну, вы вообще, это ваша функция, удивлять ролями. Ну, вот это удивительно, кстати, ещё одно ваше качество, что вы можете инициировать какие-то флюиды. То есть вы думаете о роли, и режиссёр вам её предлагает. А о какой роли вы ещё думаете? Вот есть у вас, вы можете сейчас послать уже не просто не флюид, а в эфир, по желанию сыграть какую-нибудь роль? Нет, дело в том, что это неинтересно, потому что, если бы мне было бы 18 лет, или я закончил институт, или я набирал бы какой-то звёздной болезни, я мог сказать, хочу это, хочу это. Я в том возрасте, когда мне не важно, как назовут меня, какое имя мне предложат. Главное, чтобы мне было интересно. Мне сегодня нужна история, а не роль. Мне сегодня нужна компания, а не моё эго. Мне сегодня нужен сюжет, чтобы в нём было заложено слово «вдруг». Метаморфозы, перевоплощение, превращение, препарирование. Вот это мне сегодня интересно. А как это будет называться? Мне это не важно. Поэтому вы приходите на старшего сына, друзья. Ой, я вам сейчас ещё одну вещь скажу. Дело в том, что мы начали с Евгения Леонова. Конечно, я его обожаю, я его люблю. И почему я так нагло сказал, что я сыграю лучше? Да не лучше, другого. И вы не поверите, после очередного спектакля именно в Петербурге, мне одна женщина, серьёзный человек, написала именно о том, что она не могла представить, что Сарафанову можно играть по-другому, нежели как сыграл его блистательный Евгений Леонов. И она была ошеломлена решением моего Сарафанова, мною и режиссёром Сафоновым. И чем я очень горжусь, я этой интригой заплетаю. Ну, в данном случае. А какой роли я мечтаю? Я мечтаю сегодня просто быть в строю. Потому что тут вот совсем недавно меня одолели звонки. Какая-то дура написала в газете, на сухорукове поставили крест. И вот он теперь никому не нужен, а по телевизору бегают его какие-то там двойники. Это кто имелся в виду? Двойники это кто имелся в виду? А я не знаю. Бритоголовых-то полно сейчас на экране. Но это не значит, что они под меня там косят. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. В 19.30 на телеканале Москва-24. Субтитры создавал DimaTorzok